Информационно-аналитический канал Джахандар Ага представляет Президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна Россия при помощи своих дипломатических и миротворческих усилий просто спасла Армению от окончательного разгрома Более того, накануне и в течение всей войны Россия снабжала Армению оружием, рискуя при этом получить понятные сложности в отношениях с Баку и Анкарой Разберем претензии армян к России по пунктам Но для начала напомним, что на Южном Кавказе Армении никогда не было Территорию, где сейчас находится Республика Армения, армяне получили благодаря России Это произошло после заключения Туркманчайского договора, когда российские власти начали активное переселение этнических армян на земли Азербайджанского и Реванского ханства Итак, армяне жалуются, что Россия разрушала армянские церкви? Из рук России армянская церковь получила действительно царский подарок Церкви, монастыри и приходы албанской церкви, в том числе монастыри Агоглан, Худавенг, Амарас, Ганзасар И как же отплатили за это армяне? Террористической деятельностью против российского государства Жертвами армянских террористических организаций на Южном Кавказе стали российские чиновники, инициаторы и исполнители Николаевского указа В 1903 году, недалеко от Тифлиса, член партии Гончак тяжело ранил царского наместника на Кавказе Григория Голицына А в мае 1905 года на центральной площади Баку бомбист Дашнак Драстаман Канаян убил князя, вице-губернатора Михаила Накашидзе Армяне говорят, что Россия разоружала армянских повстанцев? Так может им стоит вспомнить материалы Дашнакского процесса 1912 года? Судили тогда тех самых террористов, на счету которых были убийства чиновников царской администрации Включая упомянутых Михаила Накашидзе и Григория Голицына Полицейских, а также своих же армянских священнослужителей и купцов, которые отказывались платить террористам На руках у российских властей было множество доказательств подрывной работы партии против империи 159 человек были осуждены, и среди них под номером 134 значился армянский нацист Гаригин Мжде Который был всего лишь выслан из страны Напомним, что многим позже, в 1933 году, его за распространение фашистской идеологии Также выслали из США, и уже после Второй мировой войны он был арестован и судим в СССР И вот этот человек, осужденный и правительством царской России, и американским правосудием, и советской властью Стал культовой фигурой в современной Армении Ему установили памятник в Ереване, а также на оккупированных территориях Азербайджана в Карабахе Получается, то, что везде клеймится как нацизм, в Ереване называется героизмом? Армяне негодуют, что Россия подписала московские и карские договоры Может быть, армянским деятелям надлежит вспомнить, что как раз перед этим Армения в лице Дашнакского правительства Подписала унизительный и куда более тяжелый Александропольский договор И имела шансы вообще исчезнуть с карты мира Наконец, армяне жалуются, что Россия предала Армению во время 44-дневной войны в Карабахе? Интересно, каким образом, если война шла за пределами международно признанных границ Армении И за пределами зоны ответственности ОДКБ? И что Россия должна была сделать? Немедленно выставить троих, а еще лучше четверых своих солдат Вместо каждого из 10 тысяч армянских дезертиров? И не куда-нибудь, а на территорию другого государства, оккупированного Арменией То есть ввести войска в международно признанные земли Азербайджана Не много ли хотели армяне? И это не считая оружия, которое Армения получала в лучшем случае по льготным ценам В худшем вообще в подарок, а также политической поддержке и прочих бонусов И еще инвестиции, деньги на содержание инфраструктуры, охрану границ, базы, которая отвечает за безопасность Армении Можно, конечно, отмахнуться, дескать, это армянская оппозиция Да еще к тому же очень маргинальная Так в Армении думают не все и так далее Но вот субъект, который стоит рядом с оратором Политолог Ара Папян Тот самый, который выступал категорически против иноязычного образования И на полном серьезе изрекал, что ребенок, который читал сказки Туманяна И тот, который читал сказки Пушкина, это разные армяне Кто он? Фашист? Безусловно Маргинал? К сожалению, нет В Армении именно та партия, которую все считали и считают пророссийской, республиканская В своей программе выражает верность идеям гитлеровского пособника Горегина Нжде В Ереване во времена Сержа Сарксяна открыли ему помпезный памятник Еще один памятник Нжде красуется в Карабахе, в зоне действия миротворцев А в те времена, когда пост президента Армении занимал другой политик, считающийся пророссийским Роберт Качарян В Армении было по сути уничтожено образование на русском языке Правда, под давлением Москвы здесь появились русские классы Но, во-первых, детей из этих классов старались как можно быстрее перевести в армянские А во-вторых, в полном соответствии с фашистской идеологией Нжде Учиться на русском языке дозволялось только не армянам или нечистокровным армянам В Армении даже появилась комиссия, которая проверяла, не учатся ли в этих классах чистокровные армяне Еще раньше, по горячим следам землетрясения 1988 года В Армении выступали категорически против того, чтобы армянских сирот усыновляли в России Дескать, надо сохранить генофонд нации И не допустить, чтобы дети с уникальными армянскими генами росли в русских семьях Так не слишком ли опрометчиво считать Армению верным союзником России? Обратите внимание вот на этого субъекта Жерайр Сефелян, выходец из Ливана Профессиональный террорист и вожак группировки САСНАЦРЭР Чьи боевики летом 2016 года захватили заложников на полицейской базе в Ереване После шашлычной революции Пашиняна террористы вышли из тюрьмы И даже создали свою партию – Национально-демократический полюс И, наконец, самый главный вопрос Кто сегодня сможет гарантировать, что армянские террористы не попытаются повторить опыт Степана Затикяна и его подельников Которые в 1977 году устроили взрывы в московском метро Они тоже, напомним, рассуждали о мести России за договоренности с Турцией Своё подъявление снова Затикян закончил призывом на армянском языке Передайте другим, что нам остаётся месть Месть и ещё раз месть Так называемой дружбой армянского и русского народа Не было никакой дружбы Это спасибо в адрес России, который сейчас звучит на улицах Еревана Продолжение следует...